Брюссель отложил публикацию документа, который с нетерпением ждали в Тбилиси и Киеве. Итоговый отчет по либерализации визового режима с Евросоюзом должен открыть границы гражданам этих двух постсоветских республик, что помешало процессу и как оценивают шансы на введение безвизового режима в Грузии, расскажет наш корреспондент в Тбилиси Марта Ардашелия. Гражданам Грузии вот уже четвертый месяц демонстрируют с экранов телевизоров инструкцию по применению безвизового режима с Евросоюзом. По рекомендации Брюсселя официальные Тбилиси проводят масштабную информационную кампанию и готовят жителей страны к большим переменам. Но в результате оказывается, что грузины готовы, а вот сам Евросоюз пока нет. Публикацию итогового документа, который должен был положить конец многолетнему процессу реформы и дать старт политическим дискуссиям, в ЕС отложили. Еврокомиссия приложит максимум усилий, чтобы отчет был опубликован до конца декабря. Мы изначально намеревались обнародовать его в декабре. Комиссия работает над этим. Проведенные нами дебаты указывают на то, что мы движемся в правильном направлении. Страны-члены Евросоюза дают позитивную оценку и подтверждают необходимость сохранить этот положительный дух. Обнадеживающие беседы о положительном духе жители Грузии слышат давно. Здесь ждут конкретики. Точных данных о том, почему Евросоюз изменил планы так внезапно, нет. Впрочем, в Тбилиси с уверенностью заявляют, дело не в Грузии. У меня состоялся телефонный разговор с Евросоюзом. Хочу вам сказать, что никаких претензий к Грузии у них нет. То, что публикацию доклада отложили, связано с чисто техническими моментами. И они не касаются нашей страны. Так что давайте дождемся документа, его обнародуют в ближайшие дни. Причину в Украине не сомневаются наблюдатели. Ведь две страны постсоветского пространства на Западе давно рассматриваются в связке. Киев с его бесконечными проблемами во внутренней и внешней политике просто не справился со строгими требованиями западных партнеров. Процесс затормозился. И все же привязка к Украине в вопросе евроинтеграции положительно скажется на Грузии, считает Торникеша Рошинидзе. Эксперт по международным вопросам уверен, у Брюсселя более четкая, политическая позиция по Киеву. И это, скорее всего, ускорит процесс и под Белиси. Очень многое решают в Министерстве внутренних дел европейских стран. И, насколько я знаю, есть некоторые проблемы с некоторыми из них. Например, в Германии всегда, так сказать, Министерство внутренних дел не очень, так сказать, активистически на свет смотрит. Нужно еще все это доработать. Если для Грузии откроется Шенген, то страна получит хорошие шансы вернуть оккупированные регионы. В этом убеждены в аппарате госминистра по примирению и гражданскому равноправию. Близость Южно-Кавказского государства к Европе привлечет Абхазов и Осетин, для которых уровень жизни вполне может оказаться важнее мечты о независимости. Открывается новая перспектива. Образование, здравоохранение, наука, бизнес, возможность путешествовать и многое другое. Я уверена, что это реальный шанс. И мы сможем предоставить его жителям Абхазии и Цхинвальского региона после успешного завершения либерализации визового режима с Евросоюзом. Уверена, им это будет интересно, а тем более, что уже существуют прецеденты на опыте Молдовы и Кипра. Краткосрочные визиты в ЕС без каких-либо виз уже с лета будущего года. Эта перспектива, считает Белисия, вполне реальна. Итоговый доклад о либерализации визового режима с Евросоюзом должен был стать настоящим новогодним подарком для Грузии. Чтобы отпраздновать то значительное событие, правительство страны выделило из резервного фонда около 80 тысяч долларов. Но праздник отложили. Белисия надеется, что Брюссель не будет тянуть слишком долго. А итоговый позитивный отчет о проделанной работе здесь услышат не позднее начала будущего года. Марта Ардашелия от Белиси. Специально для Арт-Виай.